Доброго утра всем! И добро пожаловать на эту дополнительную лекцию по морской биологии. Сегодня мы собираемся посмотреть на целокантов. Открытие целокантов сравнимо с поиском динозавра в наши дни через 85 миллионов лет после его вымирания. История началась за несколько дней до Рождества, в 1938. Когда первый живой целокант был обнаружен на восточном побережье Южной Африки, в устье реки Челумна. Рыба была поймана в акулье сети капитана Гузена и его команды. Которые, признав страны своего улова, предупредили местный музей в маленьком южноафриканском городке Ист-Лондон. Директором музея в Ист-Лондоне в то время была мисс Марджери Кортни Латтема, после которой целоканты были в итоге названы. Мисс Кортни Латтема предложила награду рыбакам за неизвестную рыбу. Это была мисс Кортни Латтема, которая предупредила известного южноафриканского исследователя доктора Смита, который сразу опознал рыбу и впоследствии рассказал миру об этом потрясающем открытии. Этот первый целокант привел к открытию первого зарегистрированного переселения с отдельных коморских островов между материком Африка и Мадагаскаром. За 60 лет он считался единственным существующим целокантом. Изначально это вызвало беспокойство, что целокатов очень мало и рыбалка вдоль коморских островов может их уничтожить. Однако ученые были изумлены, когда 30 июля 1998-го американский ученый обнаружил популяцию целокатов Индонезии. Доктор Марк Эдман был в свадебном путешествии, в месте изучения коралловых рифов. Исследуя местность, он заметил странную рыбу, колеблющуюся на рыбном рынке. Он опознал эту рыбу как целоканта и щелкнул фотографию перед тем, как рыбу продали. Последующие поиски доктора Эдмана показали, что люди на острове Сулавесия имеют название для этих рыб – Раджа, король моря. Колония целокатов на Сулавесии находится почти в 10 тысячах километрах восточной от места, где целокаты обитали, как ранее было известно, в западной части Индийского океана. Оба вида Сулавесия из Каморских островов. Целокаты совершенно отличаются от всех других живущих рыб. Но, возможно, самая интересная особенность целокатов в том, что у них спарены лопастные плавники, которые двигаются так же, как наши руки и ноги. Сулакаты также имеют дополнительные лопасти на хвосте и позвоночнике, которые не полностью развиты. Они единственные существующие животные с полностью функционирующими внутричерепными суставами. Это разделение, которое отделяет ухо и мозг от органов носа и глаз и позволяет передней части головы быть поднятой, когда рыба питается. Коричневые целокаты с Сулавеси и металлические синие каламорские. Открытие целокатов в 1938 году до сих пор рассматривается как зоологическая находка века. Эта живущая ископаемая произошла от рыб, которые, как думали раньше, вымерли во времена динозавров. Сулаканты известны из записи об ископаемых, насчитывающих более 360 миллионов лет. И пикнули в обществе около 240 миллионов лет назад. Сулаканты известны из записи об ископаемых, насчитывающих более 360 миллионов лет и максимально размножившихся около 240 миллионов лет назад. До 1938 года они, как полагание, вымерли примерно 80 миллионов лет назад, после таинственного исчезновения из записи об ископаемых. Как могли целокаты быть исчезнувшими более 80 миллионов лет и затем ожить и хорошо себя чувствовать в 20 веке? Ответ похоже в том, что ископаемые целокаты начали жить в окружающей среде с глиняным осадком и избытке вулканической активности. Модерные целокаты, оба на Коморских островах и на Сулавесе, обитают в пещерах и выступах вертикальных морских рифах примерно в 200 метрах, в среде обитания, не способствующей развитию ископаемых. В 1991 году ученые получили лучшее представление об этой рыбе, когда Коморские острова получили независимость от Франции и французские ограничения на исследование были сняты. Это позволило ученым изучить рыбу у Коморских островов. Как животные, скрывающиеся в подводных пещерах на глубине около 300-700 футов в течение дня и выходящие ночью, чтобы покормиться, дайвинг был не вариант. И ранее только образцы рыбаков были доступны для изучения. Но на этот раз у ученых была собственная подводная лодка и они могли изучать целокатов в их естественной среде обитания через иллюминаторы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова